Достойный маршрут от рюмочной до спортивной площадки. Решался этот вопрос. Это обалдеть, но я уже знаю, что здесь будет. Тут вполне себе можно, потому что есть еще и подвалы. С учетом того, что я крепко, знаешь, как пью? Как пью? Не, хотя. Потому что... Потому что... Просто, Паша, мне кажется, ты гей. Я гей? Я тебе расскажу, что в городе есть БДСМ-кафе и БДСМ-бары открытые. Мы снова вместе? Тебе плетки не хватает. Я тебе говорю, у меня после тебя другая вечеринка. А вот куда ты такой светлый человек собираешься? Я какой-то не такой, я какой-то голубой. Ладно, я начну с истории. Александр Сергеевич Пушкин, когда приехал сюда в Питер вместе со своим дядей, дяде, ну, Пушкину дали 100 рублей, папа. Дядя сказал, не надо эти 100 рублей. Забрал их себе. И, естественно, Саша Пушкин не увидел этих денег. Когда-то, когда я работал еще в газете, прости господи, Гаудамус, которую называли еще Голден Амус. Люди, которые жили в пейджерах. И редакция располагалась вот там. По практике приулки товарищ Рубин занял у меня косарь. И не отдал. Не отдал? И теперь, и теперь я могу сказать, как и Александр Сергеевич, он когда приезжал в Москву, говорил, мы можем пойти к дяде, дядя должен мне 100 рублей, мы можем погулять за его счет. Так что мы можем вполне погулять за счет Рубина здесь. Потому что именно это, потому что именно это место, мы, я даже не знаю, как правильно это сказать, мы в бывшем, в нынешнем или в каком конкретно. Рубинштейн этот находился на улице Рубинштейна, я правильно понимаю? Переехал, был назван здесь Рубинштейном. На сегодняшний день мы с тобой наконец-то, да услышала я вас, Пашины подписчики, мы в рюмочной. Но слава богу, это заведение делится на три части, мы их все посмотрим. Но без стопки не уйдем. Так, ну ты стопку будешь пить. За счет Рубина. За счет Рубина, да. За счет Рубина одна зная. Но мы сейчас его увидим, на самом деле. Слушайте, здесь это все, что есть? А то у вас там за спиной выбор более широкий. Все, врачи. А ваши, то есть вы тоже сами делаете? Да, плюс еще вишня на виске есть. Вишня на виске. А что самое необычное по вкусу? Ну, черная смородина на Джине у нас вообще. Ну, это такая прям классика. Ну, это, считай, коктейль, да? Ну, давай, давай. Игристовый получится керой. Типа того. Но мы не будем добавлять игристового, даже несмотря на то, что у нас тут косарь надев на депозите. А что за укроп? Укроп, а это похоже что-то на рассол. На укроп. Нет, давайте, ну, давайте, наверное, как-то все-таки этот, ну, на Джине, да, стабильнее. А то мы сейчас, если на водке начнем, мы не узнаем. Да, 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 да. Еще идет с мятой. Там вкусный большой мят. Малина, мята или черная смородина на Джине. Черная смородина на Джине, давайте пускай будет сладко. Я бы хотел заметить, что тысяча рублей это по ценам нулевых. Так что... Как-то больше. У нас тут безлимит, считай. А что у вас вообще так тихо происходит? Концерта есть? Еще время-то какое детское. Это я знаю, я же, я же, озвучить. Да, у нас все по одному. Слушайте. Депозит не резиновый? Я знаете... Еще три можно? Не, ну я просто особо... Я приголублюсь. Она употребляет, а я приголублю. Сколько это градусов? Двадцать пять. Это слава богу. Потому что я только ехала, так я думаю, как тебе сказать, что я не хочу пить? А знаешь, пахнет вкусно? Ну, Джин чувствуется. Ну что, да? Напополам? В смысле напополам? На, на, добивай. У меня есть что, Наш человечек. Наш человечек. У меня аж скул свело. Слушайте, ну зато... Олд скулы? Олд скулы. Танюх. Олд скул свело. Свело скулы. Значит, с учетом того, что я крепко, знаешь, как пью? Как? Не, хотя. Потому что... Потому что... Ой, нет, Джордж, пожалуйста, сегодня. Джордж, только нет. Нет, ну правда, потому что обыкновенный, это же достаточно быстрый эффект. И очень важно, чтобы был хороший, качественный алкоголь. Вот пока, знаете, мне внутри стало тепло. А для меня это признак. Не очень качественной водки. Что будете делать с такой информацией? Да вообще не водка. Потому что джин. В общем, так я себе, спец, возьмите другого. Один-новик. В общем, я пока не могу ничего конкретного сказать, но тем более шоты короткие. В общем, ребята, однозначно сюда, мне кажется, есть смысл заходить, потому что покажи вообще этот советско-чеховский сюр с одной стороны, с другой стороны потрясающую локацию на фонтанке. Ну мы туда выйдем скоро, Татьяна. Мы выйдем с тобой сегодня, пойдем, даже не представляешь, куда я тебя потащу вообще, по каким местам. И пойдем, покажем и другие залы. Здесь же можно, между прочим, заведение принимает участие в собачьей гонке. Ой, это было бы очень удивительно, если бы оно. Учитывая, учитывая, что здесь даже сам Лев Яковлевич притусовывает. Притусовывает. Это, знаешь, к слову, просто о том, что, ну, если как вообще в городе ориентироваться по заведению. Вот приехал ты, допустим, и нет у тебя сведущего, который может тебе про качественное какое-нибудь место рассказать. А тут берешь в руки, да? Он испарился. Он испарился, потому что, значит, он должен денег. Да нет, он занят. А так берешь ты этот журнал, понимаешь, и там черным по белому написано. Хорошие места, чтобы чувствовать себя комфортно. Согласись, атмосферно. Да все мы вышли из собаки Ру. Я там, господи, в начале нулевых работал. Мне вот импонирует вот этот стол, значит, рюмочный с рестораном. Смотри, какая прекрасная капитель. Так, капитель, это они же взяли из интерьера, собственно, здешнего. Что здесь вообще было? Что происходило в этом доме, знаешь? В этом доме? Ну, вообще, что за что-то? Я знаю, ну, раньше здесь был ресторан, в котором один из моих клиентов оставил 80 тысяч рублей. Вот что, например, этот дом морской какой-то был. Ничего, сомневался. Но это тоже было в нулевые, просто это было как это астрономический сумма. В нулевые мы где только не оставили. Она у меня в голове не укладывалась, я не знал, что на это вообще можно, ну, что можно на есть, на пить, и не знаю. Там среди некоторых моих знакомых бытует фраза о том, что до крымских времен мы могли оставлять по 80 тысяч, знаешь, не только в ресторанах. Ну, не знаю, я никогда так не мог и сейчас не хочу. Поддержим, товарища. Ну, нет донатов у тебя там еще на канале? Я не понимаю вообще. Нет, они, я принципиально против донатов. Почему такая политика? Ну, я не клянчу деньги. Я не буду говорить, он очень сурово отвечает на эту тему. Я продаю конкретные услуги и товары, книжки, экскурсии. Я никогда не клянчу деньги экскурсам. Все, кто мне пишет, типа, куда, да при чем здесь нахрен ним? Я соглашусь, я соглашусь. Мы не в нем бедело, мы живем в системе очень жесткого капитализма, где все с тебя тянут бабки, все куда, ну, то есть, либо открытые, либо завуалированные. Согласен. Пусть будет хоть какой-то маленький уголок, где люди приходят и беспотребляют контент бесплатный, без вот этого. Я только что буквально с гостями разговаривала, знаешь, на какую тему, но мы там в контексте, значит, о том, как дворянке, которым пришлось, как бы, да, ну, переехать там после революции, пришлось работать. И вот с их воспитанием, то есть, да, когда ты не можешь мимо очереди в ЖКХ там пролезть, чтобы выбить себе там, да, какую-то палку колбасы получше. Насколько тяжело им, наверное, приходилось просто в силу воспитания и внутренней этики. А я тебе могу сказать, что я читал воспоминания о княгине Мещерской, и она строилась советскую столовку и стала там звездой. Потому что она никогда никого не обвешивала, она всегда добавляла мясо столько, сколько надо, она всегда была вежлива в обращении. И все, и через неделю все вот эти вот пролетарии, они просто как бы им носили на руках. Как говорил мой преподаватель в интуристе, интеллигентно, товарищ, интеллигентно. Ну, интеллигентно, это тоже понятное растяжение. Есть еще одно помещение, я просто ждала кого-нибудь из администраторов, но сегодня мы, сегодня, мне кажется, мы вольны в своих движениях, потому что скоро совсем, ты посмотри, еще пока не готовы. И я тебя просто привожу, Паша, в, знаешь, как сказать, раньше всех, короче, вы оказываетесь раньше всех в заведениях, которые еще даже не открыты. Вот такой будет бар, само собой, интерьерный, это что-то изменится. Следить, говорить, если выпуск выйдет позже открытия, то тогда приходить в гости. Как в ресторане Вена, автографы великих. Ты, мне кажется, должен отставить тот отпечаток, я не уверена, что подпись. Я даже думаю, догадываюсь, кто это все. Тут уже кто-то даже что-то оставил. Так что, в общем, я знаю, что еще, помнишь, был когда-то разговор на тему, что ты же тоже вообще хотел петельный заведения. Да, ну мы уже обсудили это с товарищем, он, в принципе, как бы, я думаю, мы испарился. Мы договоримся, в принципе, мне оно все нравится, мы можем здесь попробовать сделать эту. Это? Это. Я тебе говорила, да, что площадка выглядит приятной. Да, приятно. Во всех отношениях. Я забыла на столяшке. Нам нужно заплатить бы, наверное, да? Да, да, ну сейчас я выплачу. Вы считайте нам, пожалуйста. А вы не сказали, что это по поводу тысячи рублей? Он узнает из выпуска. Мы там оставили напоминание о себе. Да, он так сидел. Нет, нет, куда ты испарился. Ну, в общем, пока мы будем действовать. Давайте, как снягиня. Конечно, давайте. Скидочка. Скидочка, конечно. И ценник здесь, пожалуй, будет для гостей, знаете ли, приятный. И там, смотри, какой чижик сидит на второй полке рядом с наливками на стойках. А есть вообще из городской кухни? Из еды? Слушайте, есть потрясающий набор, лично мой. Я сюда люблю захаживать после своей экскурсии. У меня порочный, заканчивается на Ламонасовском мосту. И я сюда прихожу на бокалы гристовый бутерброд с красной икрой. А хлебушек делаем? Сами ребята напекут, он черный, без дрожжевой. Так что, видишь, не в коня корм. Хлебушек без дрожжевой можно есть, безглютеновый. Чистый алкоголь, чистый спирт. Нам больше не надо. Чижик называется, собственно, именно это, это рюмочная. Я не думаю уже, что можно будет встретить открытые окна, потому что осень на дворе. Но летом место атмосферно было, выглядело. Так, друзья мои, у меня сегодня, еще раз хочу сказать, сложная навигация, поэтому я вот это буду с собой таскать. Уж простите меня, но... Давай я буду идти как Пава, а ты как... Как всегда. А я как Паша. Пава и Паша, пойдем. А я как Паша. Погнали, спасибо, ребят. До встречи. Мы не... Да. Чей царей? Ничего не забыли? Всем спасибо. Так, он правда будет, да, на велосипеде? Ну, что делать? Слушай, новость, короче. Я же, ну, купил себе угол на Женезноводске. Поздравить тебя можно? Да, но там два бонуса. Прикинь. Извини. Окно. Вот к вопросу о том... Я очень часто сажу экскурсию, показываю, как окна, например, заложены или разложены. Замурованное окно в ванной. И вот у меня Дима строитель его раскрыл. Прикиньте, смотрите. Покажи, покажи, покажи. Вот этого окна не было. И вот оно появилось. Кать, будем... Так, ну... Я попадем через дорогу, перейдем нам на ту сторону и через мост. Я сейчас отмотаю, покажу, как оно выглядело до этого. Так, смотрите, чтобы нас оставили в живых все. Пойдем. Вот так это выглядело. Ну, ты знал по плану, да, что там окно? Я ничего не знал. Нет. А как, вы просто решили ломать стены или что вы? Нет. Клада не было? Совет да любовь. Горько. И все такое. Слушай, свадьба верный, значит, знак о том, что ожидает нас счастье вселенское. Иначе быть не может. Короче, ситуация такая. Там кухня и ванны. Ванны не предполагалось. Это дом древолюционный. И мне строитель говорит, а ты знаешь, у тебя там окно в ванной. Оказывается, они даже есть фасады. Их просто заложили. Причем одно по плану есть, второго нет. Ну, и в итоге выяснилось, что это ничего, наверное, согласовать. Просто раскрываешь, и вот у тебя окно. Огонь. Я когда рассказывала тебе, уже помню, я не помню, в выпуске это было или нет. Когда писала экскурсию про порочных, она мне далась за год. Я год собирала информацию, собирала маршрут, чтобы это было вот все максимально, ну, как бы, да, сочно. И я для этого специально переехала на Синую, чтобы быть ближе к народу, о котором говорю. И так, да. Титанический микрофон пропадает? Нет, это могут быть помехи, да, нет? Наверное. Не знаю. Вот так, так, развернись. Смотрите, да, давай-ка. Мы тестируем, понимаешь, каждый раз тестируем что-нибудь эдакое и новенькое. А сейчас норм? Сейчас норм. И, в общем, сняла я квартиру себе на Синной, совершенно рядом с рынком Синным. И меня заворожило окно в ванной. Я когда увидела на фотографиях на сайте, я думаю, ну, надо брать. Приехала смотреть. Оно было не ключевым, конечно, но, в общем, из-за него тоже. И вот первый день я подписываю договор. Я, значит, набираю себе эту ванну, думаю, сейчас открою окно. Я его открываю, а оно уходит, блядь, в глухую стену, просто 50-сантиметровую к соседке. И на меня смотрит удивленным взглядом бабка, которая никогда не видела голых людей, судя по всему. Ну, в общем, было понятно, что окно я больше открывать не стала. Куда, куда? Нам туда. Слушай, ну, вот это, да, это классика жанра, которую я показываю всегда, вот эти закутки счастья, окно в окно. И, как правило, да, эти окна были либо в, ну, кухне, естественно, коридоры и вот всякие отхожие и прочие места. Ваше, я в такие моменты всегда говорю, Питер, ты что такой красивый? Ну, посмотри. Я посмотрел очень красиво. Слушай, нет, Паш, ты просто не пил. Нет, нельзя, нельзя не пить. Ну, слушай, я всегда восторгаюсь этой красотой неземной. Да, это один из моих, да, в принципе, любой мой отрезок любимый, фонтан. А мне нравится еще всегда эта аллегория на тему того, как ты переходишь по мостам. Ой, рыбка. Есть. А это кто у вас? А покажите рыбку, пожалуйста. Это кто? Это уклейка. Уклейка, да? Вы ее варите или что? А есть можно же это? Конечно. Я ее ввяли. Ввяли? А, и с пивком. Пивка захотелось. Под красное вино. Под красное вино, серьезно? Это Питер. Я вернусь. Я вернусь, а это звезд. Чувак ловит рыбу на мосту фонтанки, это уклейка, он ее вялит и под красное вино. У нас сегодня с тобой сплошная атмосфера, посмотри, какой красивый у нас сегодня. Давай быстро перейдем, 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 перейдем. Кто передаст, я передаст. Когда мосты соединяют... Тогда и ты. Соединяют не только наши с тобой истории, но и границы городские. Мы же с тобой только что, считай, метнулись с 19 века в 20 век. Ну да, на самом деле здесь располагалась, действительно, по фонтанке проходила граница довольно долгое время. Пойдем дальше по фонтанке тоже. А потом, вот когда-то уже в начале 20 века по обводному каналу была граница. Мне нравится страсть, как все дальше от центра города начинают открываться различные пространства, которые раньше были. То есть у нас, как обычно, завод, а-ля там, да, лост-проект этажи, там, что у нас там, сивкабель, порт. А тут теперь на фонтанке тоже снова частника модели. То есть такая история снова сделала свой мах-хвостом. И снова у нас отдают помещение, и есть все новые и новые лофт-проекты. Один из которых мы сейчас с тобой будем проходить. Тут достаточно странная история я нахожу на сегодняшний день. Но смотри. Это здание бывшего казначейства на... И тут нет света сегодня. Может быть, кого-нибудь... Ребяточки, здрасте. Здрасте, здрасте. А можно мы вас... Или вы тут не работаете? А, вы тут не работаете? Здрасте. Вы к кому-нибудь туда зайдите? Мы к Никите, но он уже... Мы к Никите, но он уже уехал. Мы не будем вас снимать. А вас там и даже при желании вас там никто не увидит. Даже если вы этого захотите. Короче, в общем, смотри. Вот туда наверх. На сегодняшний день нет света в помещении, потому что решался этот вопрос. Обалдеть, но я уже знаю, что здесь будет. Тут вполне себе можно, потому что есть еще и подвалы. И эти подвалы в этом доме, это же... Как их правильнее назвать? Бомбоубежище? Так? Да. Абсолютно так. И можно стать резидентом, взять в аренду здесь себе помещение, если у вас на то имеется желаница. Да, и денежки. Ну, денежки, существенно, того, что ты видела, в каком состоянии здание сегодня, я думаю, про денежки можно разговаривать. Так что, в общем, если что... Ну, это огнище, конечно. Еще одна вот тебе локация в городе. Ну, просто из этого, ну, с этой стороны, такой лайфхак небольшой. Раньше, не знаю, как сказать. А, сейчас нет, потому что сейчас повесили здесь знак. Вообще вот здесь, если... Пойдемте следующей улицей. А, следующая? Я хотел тайной тропой. А, нам куда-то... А, давай, давай, тайный проход покажем, конечно. Пойдемте следующей улицей, походим. Просто, на самом деле, во-первых, смотрите, вот у меня было несколько ситуаций, когда ты едешь, и тебе надо туда, а почему-то все ломятся по Ломоносово, где всегда пробка. Вот здесь можно ее объехать и выехать на загородную. Это во-первых. Во-вторых, ну, раньше, пока не было этого ремонта, вот здесь тоже можно было запарковаться. Вот в этом закутке. А, ну, вот эти деревья до сих пор растут. А сейчас еще, смотри, здесь... Знаков нет. Здесь еще и пока что на этот момент, видимо, бесплатная парковка. Слушай, ну... Пропадаю я? Пропадает она именно, да? Ну, что ж такое? А, не хочешь потыкать пальцем в этот... Нет, я думаю, тут не втыканье дело. В кабель. Нет, там-то все нормально. Там тыкать не надо. Это дело в сигнале, я думаю. А он... Сейчас, как это работает? Это работает через Wi-Fi. Просто есть... Много раз я видела ролики, когда ребята снимают... Через Magic, через Magic. Ну, спасибо, Паш. Ну, я же перекрасилась уже из белого. Слушай, я тебе рассказываю историю. Вот никогда не знаешь, какие-то долбанные технологии. Я купил вот систему, которую я знал. И она, короче, самым распространенным рекордером, вот, которым я всегда пользуюсь. Не-не, дальше, дальше. Туда и на... Не, можно здесь на джампулу выйти, на самом деле. Нет, ну, мы пойдем с тобой... Там туда надо, да. Да, нам с тобой на загородную. У меня, на самом деле, я снимал проходку еще с ракезом. И, короче, вот ты втыкаешь в этот зум, и идет фон. Фон, который просто как по какой-то технической истории. И все. То есть они не дружат. Вот. И получалось, что дружат они только там с телефоном, с камерами и так далее. Ну, а что я тебе это рассказываю? Мне кажется, это всегда нужно объяснять зрителю, потому что, знаешь, иногда я много же информации ищу. И очень часто в каких-то хороших, толковых блогерах, типа тебя, нахожу. И у них, когда новое какое-нибудь оборудование висит... Ой, ух ты какой-то... Вы кто? Извините. Извините. Я вас не ждал. Он просто ждет следующего перерождения, потому что он готов. Мне кажется. И когда, значит, люди идут, и, понимаешь, они там идут, снимают что-нибудь, и вдруг начинает блогер бежать, и оператор его тоже. И ты не очень понимаешь, что происходит, и потом выясняешь, что на каком-то отрезке нет сигнала, и у них там сейчас отвалится звук, там и прочее. Мы так не делаем. Но именно поэтому вообще... У меня были санхайзеры, в смысле, один комплект до сих пор есть. Это уже то, что из профессионального оборудования, то, что используют в киносъемке и на телеящике. Но я один комплект отдал приятелю своему, он уехал в Штаты временно, ну и там он и зависит. Временно. А второй мне что-то как-то все лень купить. И к ним нужны хорошие микрофоны очень, на самом деле, которые сейчас тоже стоят адских денег. И у меня уже просто получается коллекция всего этого. Ты знаешь, что помимо новой информации, ты мне еще и даруешь новые маршруты. Я здесь не ходила. А, ты не ходила? Нет. Ну, слушай, ну... Мне здесь нечего было делать без тебя. В налоговой, что я там забыл, Паша. Без тебя. Сама сошла вообще. О, смотри, как в Нью-Йорке. Лестницы пожарные. А это чтобы для тех, кто любит Нью-Йорк, ну, было где поплакать. Ну, не обязательно Нью-Йорк, можно и Филандрельфия. Тебе нравятся Штаты или Англия? Не, мне не нравятся ни Штаты, ни Англия. Ну, в Англии я не был, к сожалению. То есть я был только в Шотландии. Хочешь кусочек Англии? Кусочек Англии? Тебе, да. Со стороны алкоголя, конечно же. Пойдемте, здесь будет краше. Ты опять в бар хочешь какой-то? Конечно. У нас-то вообще-то, напомню тебе, твой формат. Но мы ходим по барам. Я бы с радостью, конечно, поговорила о высоком, о насущном. Но нет, бар так бар. А тебе вот ты когда так одеваешься, они не пишут? Ну, вот просто я не хочу называть... Ты же видел, что мне пишут. На все, чтобы пишите, что хотите. Что ж меня все разрывают-то, люди? У меня просто их курсы сегодня. Что ты популярен. Популярен и чертовски привлекательен. Давай не будем этого скрывать. Не, ну просто иногда вот эти вопросы, типа, чего, где, куда, наушники, это всегда история. То есть это же... Ой, это вообще мое любимое. Обожаю, когда ты постишь. Я бы два раза не повторяю, не повторяю. Какой мурал, боже мой. Паша, я здесь действительно не была. И это детский сад, школа. Что происходит? Или это просто жилой дом? Это жилой дом, более того. Жильцы этого дома однажды, давным-давно, еще когда я этим активно занимался, мне заказали частную экскурсию, именно чтобы я их поводил именно здесь, на Джамбула. Мы заканчивали. Очень. Мы были вот из этого дома, ну и поскольку они из этого дома, то могли себе меня позволить. У меня, знаешь, как пока не было в моей жизни маленького ребенка, вокруг которого первое время строится твоя жизнь, то я выезжала целенаправленно, и вот ходила, ходила, развлекалась. Мне кажется, это то, до чего можно допиться. Ну, не до этого, давай, давай уже. Да, есть один минус, это у машины, тут иногда машины ездят. И когда, значит, была я более свободна в своем времени, то выбирала обыкновенный день, например, и уезжала целенаправленно изучать улицы в одном, там, допустим, районе, микрорайоне. А, ну я так в Москве сделал. И тогда, ну тогда вот, да, а сейчас еще вдобавок столько открылось новых проходов. Я не знаю, стоит ли это связывать с остальными закрытыми границами или, в принципе, с общим развитием городским, потому что, правда, и скверы, и проходные дворы. Я, допустим, обратила на это внимание вот уж как год почти. Слушай, ну, на самом деле, эта тенденция началась в Москве еще до всей этой системы. Да, да, я и говорю, что это общая городская практика. Это есть некий тренд, когда люди вдруг вспоминают, что они все-таки живут в неком пространстве, насыщенном теми-теми-теми-теми-теми аспектами, там, культурологическими, историческими, т-та-та-та-та, и начинают этим интересоваться. Потому что, например, в Москве, нулевые года, когда я там работал, люди вообще, ну, то есть люди рассматривали город исключительно как место для заработка бабла и все. И больше им абсолютно было вообще плевать. И вот где-то там, начиная с десятых годов, эта тенденция начала меняться, и сейчас она перекочевала и к нам. Ну, и тем более сейчас, видишь, что-то все. Многие стали мечтать стать гидами, там, что я только поддерживаю, на самом деле. Это прекрасное желание. У него вообще очень нравится, когда старые, старая гвардия передает опыт, допустим, там, в построении, экскурсии, то есть, да, какие-то вещи, которые... Друзья, у меня экскурс, кстати, можете обращаться. Я его сделал себе. Мы с тобой весьма атмосферно вышли туда, где нам надо, но перейдем до рога. Вот, и вот начинаешь, что... You can leave your head on to... Просто жарко, жесть как. Божечки. Потому что кожа все-таки... Это какая-то несправедливая осень. Я одеваюсь как осенью в кои-то веки, а она такая... Мать, ты чего? И заставляет раздеваться. Веки-то они такие кои-то. Кожа та еще. Мы с тобой пришли куда надо, и я тебя не зря спрашивала, Англия или... А, я знаю, в какой бар ты меня ведешь. Старый кит. Да, я там был. Ну, знаешь, был ты там или не был? Когда... Нет, ну я просто очень мало хожу. Сделал удивленное лицо. Я не понимаю, тебе что, сложно как-то? Пусть тебе все сложнее становится удивлять. Мои актерские данные, к сожалению... Ты что, но тогда надо перейти. Да, я вот думаю, у нас до светофора пойдем или будем бежать? Нет, мы будем... Давай побережем оператора. Жестко и нагло. Жестко? Нет, ну вот сейчас вот они проедут. Давай, раз, два, три. Нет, нет, сейчас не бежим, Таня, ты что, ты что? Ты что? Давай понюхаем запах навоза здесь. А я могла. И ты бы мог, это называется. И ты бы мог. Слушай, и еще знаешь что? Здесь есть... Я, конечно, страсть как не люблю все эти экскурсии по крышам, по неофициальным и незащищенным. Но именно здесь та самая крыша, про которую я тебе рассказывала в одном из выпусков, за которую была драка, как у собаки. Ready, steady, go. Окей, и нарвались на автобус с той стороны. Не, 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 ну я же смотрю, у меня есть... Ты просто бог, ты бог камеры. У меня есть привычка поворачивать голову туда-обратно. Это те самые инстаграмные ручки. Да, те самые инстаграмные ручки. Потому что... Придется тебе тогда за мной поухаживать, чтобы... Я... Вот нормальная воспитанная женщина, понимаете? Можно подумать. И вот эта бодлота, которая не знает, как обходиться. Я и за тобой поухаживаю. Очень сложно, друзья мои, найти в наше время воспитанную девушку, которая знает, кого надо пропускать вперед. Мы и не найдем ее. Здравствуйте. Так, ну что, смотрите, что происходит. Мне кажется, стоит вообще обратить внимание, почему именно это место. Короче, потому что, если говорить про какую-то классику пабную, и меня, между прочим, часто спрашивают люди, приходящие из YouTube, после наших с тобой роликов, спрашивают про того, ну, мол, где пить пиво, да? И я когда говорю, что, то есть, ну, там, и по барам в плане, там, шотов и коктейлей, то есть, это не совсем прямо, то есть, ко мне, ко мне, то есть, я построю для вас маршрут. И еще спрашиваю про пиво. И тут выдалось мне, знаешь что, наслаждаться компанией старого волка морского, который рассказал мне... Это не тот, который про минетик тебе написал. Нет, это не тот, это вообще тот не волк, тот теперь нехороший человек. Работа не волк. Морской волк сообщил мне о том, как при Петре, на флоте, значит, да, при формировании, был создан закон, когда пиво входило в рацион моряка. И, меж тем, да, это же про витаминно-минеральный комплекс. И видит бог, да, мы не пьем, а лечимся. Ну, это еще про нормальную воду, понимаешь? Да, но я имею в виду вообще о том, как пиво, да, кочевало, собственно, изоткуда, и вот там в обычную бытовую жизнь. Так пушкину давали еще в лицеем, сначала на первом курсе полстакона портера давали. Потому что же, ну, и дрожжи, камон, и детям в Советском Союзе дрожжи давали. Это так полезно. Не то слово. Витамины. Витамины, минералы, квашеная капуста сверху, понимаешь? И все, ты жив и здоров. В общем, если выбирать пиво в городе, то я на самом деле, наверное, не самый большой приверженец всех этих крафтовых историй современности. Опять же, да, вода, спирты. И, в общем, мне не нравится. Я за старую гвардию, за старые пабы. И если выбирать, то старый кит, это, пожалуй, про... Старый кит, старый кит, старый кит. Просто смотри, этот встречает гостей, а этот старик провожает. Ну и к тому же, если вспоминать о том, что Англия располагается на воде, то, в общем и целом, все становится понятно, почему старый кит. Мне нравится зал, мне нравится интерьер, мне нравится, что на кране можно найти только классику. И к тому же ребята являются членами виски-клуба. То есть здесь есть уникальные виски. И еще пойдем, я тебе покажу, что есть. Вот, друзья мои, молодуха, которая танцевала с нашим юным, ну, уже не юным, но таким еще, молодым Александром Вторым, и они поцеловались прямо так смачно. У них была любовь, и чуть не состоялось даже это... Мне кажется, не могло бы состояться. Не могло бы. Викторина, как ее звали, как ее звали? Хотите узнать, как ее звали? Приходите ко мне на экскурсии про любовный Петербург. Есть секретная комната в этом ресторане. Я не знаю, только нам нужен кто-то из людей, там сейчас консультируют гостей. Откройте нам комнату, покажите кого-нибудь, пришлите. И знаешь, что меня радует здесь? Мне всегда нравится, как ты говоришь, а знаешь, что меня радует? А знаешь, что со мной случилось? Да, конечно, Танечка, я... Я же, сука, телепат. Я пытаюсь поддержать диалог, невоспитанный ты человек. Ну, да, да, да. Хочешь про погоду? А знаешь, что вчера был дождь? Вот, видите, была... Секретная комната, там смотри. Зеркало. За зеркало, раз. И туда, чтобы попасть, что нужно? Депозит или просто можно позвонить и арендовать? Во-первых, нужно предварительно проводить определенную желаемую дату. Действуют условия коммерческие такие. 20 тысяч рублей – это депозит. 20 тысяч депозит плюс сверху 10%. То есть, как минимум, да, 2 тысячи будет счет закрыт. 22, короче. Здесь нет камер тут. Это важно. Можно, я думаю, что если есть желание поиграть в карты, например, то, да, то без камер мы можем говорить о том, что здесь нет камеры. Это вообще не секретная тайная информация, поэтому покерный набор стоит прямо там в углу. Камера есть у нас. Но камера есть у нас, поэтому с нами мы играть не будем. Но, в общем, так или иначе, я по-то, что есть закрытая комната, и, ну, да, такая привилегированная какая-то история. И мне нравятся все-таки эти классические английские интерьеры. Интерьеры здесь сделаны, кстати, без дизайнеров. То есть, представляешь, вот можно своим этим пинтерестом наладить. Ну, это классика вообще жанра, когда есть закрыты какие-то помещения. Раньше… Ой, а у тебя коса. Да, я сегодня. Ты, ты, Варвара, краса. Варвара, прозови меня Варя. Так, если мы продолжаем пить, то мой любимый набор выглядит как Гиннес и Игримастер. Что, вместе, что ли? Параллельно. Но мы не будем… Столько времени нет, конечно. Радует меня. Ты знаешь, кто теперь будет Гиннес поставлять в Россию? Я и до этого не знал. Ну, до этого его поставляла, слава богу, Англия, так или иначе. А, ты в этом плане? Да, а теперь, ну, как бы обходными путями, в общем, завод Жигули, ну, не тот, что машина, а тот, что пиво. Вот так, неожиданно, российские Жигули, да, стали лучше… Вкусно и Гиннес. Вкусно и Гиннес. Короче, в общем, Гиннес тебе на Жигуля пиллечил, лёг, без улыбки, говорить нельзя. Ну, надо же, что… У нас здесь до сих пор подают Егер Майстер, есть ещё, понимаешь? Тоже с рынками. Ты предлагаешь Егер Майстер попробовать? Ну, нет, давай мы пробовать его не будем. Здесь смотри, что мы можем пробовать. Что мы можем? Либо на кране какое-нибудь необычное что-то, да, между… То есть, как ты к пиву вообще отношуешься? Ну, я могу глоточек сделать, да. Давай каких-нибудь два или три необычных… Ну, попробуем? Давай. На целый пить у нас просто… Нет, сами понимаете, пивная культура, да, это не про быстрый заход. Ну, иди тогда, лив-процесс. Давай мы куда-то, чтобы гостей не… Да. Ну, мы уже здесь… А, или вот так, да, давай. Можно нам, знаете, как сделаете? Сделайте нам, пожалуйста, каких-то три, что на кране, вот чем гордитесь, вот что-то, что вот расскажет про пиво человеку, который пиво не пьёт. Давайте каких-то вот три позиции. Только не гормые. Прям три панелька? Нет, 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 просто дайте попробовать, да, на глоток попробую. Попробуйте, припробуйте. Да, все трипробуйте. Вот, как вам. Мне вообще очень импонирует идея, когда ты можешь взять какой-то сет и возможность попробовать. И меня всегда… Ну, это очень, да. Я помню, что мы ходили, когда в Дурдин, еще в Москве, среди нулевых, там вот у них как раз был такой… Ну, я просто работал на Соколе, и там, я не знаю, может быть, до сих пор этот ресторан. Действует, москвичи напишите, жив он там, нет на Соколе. Что у вас там? Да, и да, это можно было… Ну, там у них своя пивоварня была, все-все дела. Попробуйте, как раз тогда тоже у меня была вообще жесткая обстиненция, но вот один раз я не выдержал и попробую. Добро пожаловать в клуб, здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я не пью уже 43 минуты, чувствую себя погано. Погано – это итальянский, может быть, какой-то режиссер, который посмотрит на этот ролик. Мое второе имя. Посмотрит этот ролик и скажет, о, синьорита, комплимент. Кикарина, кикарина. Хочется угостить ее пастой. Налитие эспрессо. Нам несут… Да. Из тех паралландских образца они оба на азоте. Здесь Гиннесс, а здесь Килкин. Надо же. Мы этим гордимся, потому что наши гости отмечают, что они везде, они есть, и действительно к нам ходят на эти сорта, хотя они уже и проникламированы. Я говорила. Давным-давно, тем не менее, факт остается фактом. И здесь основа – это немецкий Хельбайройтер. Он редко где встречается, на самом деле, на кране. Также по отметкам наших гостей. Вот, поэтому его бы я тоже хотела отметить. Спасибо большое. Так, нам нужно будет за это потом платить, потому что если да, то… Кручу-верчу. Кручу-гости. Так неожиданно. Что, что? Конечно, смонтируем. Сделаем мы вашу лучшую вершую. Не, мы ваш бар вырежем нафиг, да. Так, ну это не слышишь. Слушай, это на Азоте, пробуй, вот классика, с чего надо начинать. Лагерь. Лагерь тебе в рот. Что думаешь, что скажешь? Захотелось ли вяленые рыбы? Хороший пиво. У меня хорошее пиво. Слушай, оно прям пахнет так, как под вяленную рыбу. Вот этот, знаешь, что-то в нем беременное я это называю. Ну, такие у меня… Вот это то, из-за чего я пиво очень долго не мог бросить пить. Ну, я рассказывал, когда я бросал пить, я пиво не мог перестать пить несколько лет. То есть мне надо было все равно… Нет, ну с этим я очень быстро бросался. Там попроще. Есть понятие, когда food pairing, да, когда у нас наши, не знаю, культурный код, да, генетика. Когда есть, допустим, там, котлета с пюре, да, там, не знаю, макароны. Греча с сосиской. Греча с сосиской. Это что-то столовское, да, должно быть там вот эти какие-то версии. И вот это пиво все непременно тащат обратно к музыку на мост. Да, 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 да. С желанием какой-то соленой легкой рыбы, типа леща, типа же. Мне захотелось ли? Типа, наверное. Потому что, в которой вы захочете леща. Зарядите мне, она напрашивается. Так, ну и азот. Килкинен, на самом деле, альтернатива Гиннесу в любом пабе. Там, где Гиннеса нынче нет, а Жигулю еще не поставили. Я любить, обожать пиво на азоте. Прям. Мое знакомство, извини, пожалуйста, с пивом произошло в достаточно раннем возрасте, после поездки в Польшу. Я извиняю тебя. Да, прости, прости меня, прости меня, извини меня. После поездки в Польшу я вообще не пила пиво, и когда у нас, допустим, дворовые ребята наши, что там, просто маникюр, а? Диавольские, диавольские руки. И не пила, значит, я пиво с остальным двором, потому что категорически Степан Разин не ложился на, вот, мне на вкусовые восприятия. Мартовское. А после поездки в Польшу вот как-то случилось. Ну, я по-прежнему не могу пить плохое пиво, то есть у меня нет такого, чтобы я вот прям хотела пиво, взяла бутылочку чего-нибудь в магазине, исключительно вот, наверное, пройтись по каким-то местам, или там зайти в какой-то специализированный, может, магазин. Слушай, ну, я не знаю, я просто, я помню, что вот я когда приехал в Глазго и попробовал там местный Гиннесс, это было бы действительно какое-то волшебство, а я до этого дофига пива всякого напевал. Ну, даже сейчас, это уже не то волшебство, честно говоря, что было еще, ну, поэтому, наверное, вот альтернатива, конечно, Килкин. Но оно было, да, оно было другим волшебством. Оно кислое. Я не уверена, в чем дело. Не могу, вот оно кислое здесь сегодня. Я, видишь, из выпуска в выпуск перестаю хвалить безоговорочное заведение. У меня есть загадка века. Может быть, вы кто-то из них ответьте. Я когда был там, там со мной были два чувака, и один из коммерсонантов, второй из газеты компании, был пьянчик в Балтике. И вот они мне говорили, что Гиннесс он вообще хранится пять дней. И я, как бы, вот эта информация абсолютно противоречит всему, что я знаю про мир пива, да, ну, то есть, как бы, если она хранится по дне, то каким образом она дистрибьютирует. Ну, я искренне надеюсь, что все-таки в пабной культуре это все-таки большой пролив, ну, из-за посещаемости футбольных матчей, да, большой аудитории, несменяемый. Я надеюсь, что здесь следят за чистыми кранами, да, за тем, чтобы это все промывалось, потому что, ну, мне просто хочется верить в лучшее, как наши дворяночки за столовским прилавком от всей души. Много спин ты поцарапала этими ногтями? Как понимаешь, после меня этика не одной. Не будем о больном, Павел, дождемся. Ну, Рудоваш, расскажем эту историю тогда, ну, что ж такое? Да, слышь, она имеет значительно более длительную и давнюю историю. В общем, так или иначе, мужчины, которые пытаются меня подогнать под привычный формат меркантильного общения, дико и люто ошибаются. И поэтому, предложив мне... Расшифруешься такое меркантильное общение? Меркантильное, ну, это когда ты думаешь, что с тобой из-за бабок, и, в общем, ты уже привык, что ты, как бы, к женщине можешь относиться, как бы, да, типа, ну, как бы, могла бы быть полюбезной, могла бы, как бы, да, меня обаять и полюбить. Нет, так не будет, потому что я могу сама себя обеспечить, и поэтому, конечно, я периодически делаю фи, говоря о том, что вам, молодой человек, стоит поучиться манерам, и ухожу. Не соло, не хлебавша, Павел. Это приятно, что есть такие данные. Для уединенного, кстати, смотри, какая здесь еще есть вот эти правит-комнатки, где в классической английской традиции можно укрыться от людей. В общем, место в центре, которое я одобряю. Большое спасибо. Вам большое спасибо. До встречи, всем спасибо. Прекрасные минуты счастья. Я уже рассказывала про китов, видишь, этот встречает, этот провожает. На счастье потрешь. Ну, там же надо еще прыгнуть на ножке на одной вокруг. Вот это все, что я тру в городе. Потому что это старый китов. Это все, что тру, а остальное не тру. Так, ну что, едем дальше в прямом смысле слова. Подожди, а ты там что-то говорил вообще про Марата? То есть мы туда прям идем? Я не знаю, мы с тобой можем, в принципе, ну, вообще, по идее, хотелось завершить на Марата сегодня. Но за таймингом я с тобой, когда хожу, голову теряю совершенно и время не забываю. О, боже, какая женщина. Лишь я умею польстить, понимаешь? И милой быть. Поэтому... Навари-ка мне щи на... Будешь щи. Я придумал свою собственную версию. Будешь правильно. Ну, не, ну, можем попробовать дойти до Марата. Ну, смотри. Потому что мы можем пройти с тобой по Рубинштейна. Но делать там откровенно нечего в последнее время. И у меня там, честно говоря, нет ни единого заведения, где бы я могла вот прям... Отдохнуть. Душой. Да, если мы говорим про питейный мир, и отправляясь в ту сторону, нам с тобой, честно говоря, идти 800 метров. Не-не, пойдем, пойдем. Я... Танечка. Тара-та-та-ра-та-та-та-та-та. К Рубинштейне изменилось отношение, наверное, слушай, от качества дико задран ценник в последнее время. И два с половиной заведения, которые будут отвечать этому ценнику в контексте качества. Я разочарована в последнее время. Это ты задела самокат, он тебя отругал. Рубик не тот. Рубик не тот, совсем не тот. И я тут недавно отдала рекомендацию гостям, которые пришли, значит, за советом, типа, куда сходить. Типа, мы собрались на Рубинштейна. Я говорю, ну, так и так, здесь в городе новые маршруты, новые улицы. Это та же улица Некрасова, это Белинского. Тоже туда же можно отнести, как бы, да, новый гастрономический треугольник Петербурга. Но люди по-прежнему туристически отправляются на Рубинштейна. За что мне прилетел журенье, мол, типа... Репримант. Да, ты тоже мне посоветовал, мол, типа того. Он на Рубинштейна как ходили, так и весело там. А на твоей Некрасова нет там ничего. Так вот, дорогие друзья, чтобы... Баттл, наконец-то, да, да, давай, уделай их, Танька. Да нет, ну, конечно, ну, просто, чтобы понять надо, ну, пробуйте, тестируйте, ну, миллион же раз. Ну, что вы ходите по привычному туда-сюда, экспериментируйте. Но есть определенная категория людей, их много, и это не зависит, кстати, это не в России, это во всем мире так. Вот им там сказали, что вот там-то, там-то, не знаю, там, в Будапеште, в Пеште, да, вот там где выше, там вот пирожные, прям пирожные. Ну, наверное, кафе «Север», в общем-то, вкуснее. Страсть, как люблю, когда вот это, понимаешь, пышки на большой, на подбольшую морскую, на маломорскую, не помню. Когда ты стоишь на большую, на большую, на большую, на большую, на очередь огромная. Зачем? Просто за углом. Намного вкуснее, меньше масла, не горелые, ну, в общем, ну, если нравится вам ходить по кругу, то, как я могу вас учить жить, конечно, нет. Танечка, а вообще вот скажи, пожалуйста, у меня просто был один такой опыт, там, пару лет назад. Сейчас опять ты меня погонишь в трусы. В трусы погоню, и, боже мой, заставлю их морально снять. И объясни. А вообще, вот как ты относишься вот к этой истории? Ну, в смысле, не то, чтобы как относиться, а относиться к этому, может, спокойно, потому что каждый, извиняюсь, дрочит, как он хочет. А в твоей жизни вообще, то есть, такое бывало, какие-то там оттенки серого, черного, и вот между черным и серым? Между черным и серым обычно белый, а белый – это цвет моей души, по-моему, не подловишь. Так. Конкретизируйте. Слушай, пойдем здесь, пройдем нам на Социалистическую улицу, и там можно будет свернуть, и тут потише, и покрасивее. А нам ближе к Марату, так мы можем здесь дворами пройти. Да, если хочешь дворами, если хочешь, просто на следующей улице и пройдем мимо Эрмитажного отеля. Он симпатичный, и все еще напоминает интернациональный мир. Слушай, а он тебе нравится, да? Он просто с виду, он выглядит, как такой классический китч, вообще-то. Ну, как классический китч, он такой и есть. И ты, Паша, стоит сходить в СПА к ним, потому что он вообще выглядит, как матрешка. Я не шучу. Погуглите. Погуглите. Слушай, Танечка, последнее, что я в своей голове держу, это сходить в СПА. Ты, кстати, много теряешь. Нет, я хожу в СПА, например, когда я был в Ялте зимой, вот там есть пару СПА-комплексов, один вообще с морской водой, и этот бассейн на улице. Вот это круть, потому что мне надо плавать. А как бы... А баня? Баня, да, баня русская. В таком случае могу отдать рекомендации. Баня, да. Была буквально месяц назад, и думаю, что за ближайшие там еще 2-3 месяца качество не испортится, поэтому от выпуска этого видео смело можете отсчитывать и тестировать. Бани в черте города, в отеле Азимут, тот самый, что был, когда Светлана на Измайловском проспекте, там на Техноложке. Бани Брумс. Ты не поверишь, просто цена, качество, услуги, парение, СПА-программа, 3 часа, в общем, твоего времени, которое мастера тебя проводят, заводят и проводят через процедуры, хороший пар, что было моим вообще искренним удивлением, потому что обычно все бани при отелях, ну это как бы посредственная сауна, там что-нибудь такое. А тут прям, в общем, мне было хорошо, и оно стоит своих денег, так что это кто любит. Ну, Танечка, мы тем самым убедились, что у тебя очень тяжелая жизнь, да? Паш, казаться, а не быть, это важно. Да, но мы возвращаемся к вопросу. Ну, хорошо, я имею в виду какие-то силовые приемы в сексе, вот как бы комментарии дайте, пожалуйста. Не, ну ты можешь сказать, перец, иди, пожалуйста, в красное и белое, и заверни вам. Как я могу, как я могу, если мне нравится вся эта, понимаешь, подноготина-то. Подноготина. Как я могу. Вот отель, про который она говорила. Отель от гостей, гостиница от музея Эрмитаж, и ты знаешь, в чем, наверное, будет преимущество? В чем? В том, что можно найти какую-нибудь копию, например, мертвый мальчик на дельфине прямо в холле будет стоять. Так что, если в зале нельзя прикоснуться к прекрасному, то там, да, можно... Облизать его. Да, да, и потрогать. Какой-нибудь плавничок. Там такие же зубы, да, у него, во рту у этого девчонка? Ну, он китч в том плане, ну, как это, ну, интерьеры в стиле барокко-рубокко-классика. Пока мне рассказывал, мы прошли двор, ну ладно, пошли. Не, ну, в смысле, там же, ну, а, ну ладно. Я имею в виду, можно... Я поняла, я тебя услышала. Я вас услышал, Павел, да. Ну, так и чё, подноготина, подноготина. Подноготина в моей жизни подобного рода, она не приветствуется, потому что я искренне... Не то, что считаю, я так чувствую последние десяток лет. Я не ищу через секс закрытие своих эмоций и чувств, да, то есть мне для этого не нужен дополнительный стимулятор, мне для этого не нужен никакой дешёвый дофамин для того, чтобы быть счастливой. Это если вкратце. Нам-то да. Ну, и, в общем, всё, ответ дан, ну чё. Но так или иначе, конечно, практика такая имеется, и если брать что-то, что нравится, то техники шибару, например, шибари, да, поправят меня, знающие люди там найдутся. В общем, не оригами, главное, потому что, чтобы я не заскучала. Сейчас все-таки кинулись гуглить, техника шибари, и потом, извини меня, после этого такие рекомендации начинают. Да-да-да, попробуй это, сходи сюда, сходи туда. Я тебе расскажу, что в городе есть БДСМ-кафе и БДСМ-бары открытые. Это своеобразный сюр, и, наверное, какой-то даже не... Ну, что-то даже зависим, мне кажется. Рано или поздно. Рано или поздно, потому что у них есть опыт, значит, быть отшлепанным, прилюдно. Ну, в плане, ты заходишь выпить, и у тебя, то есть ты вполне можешь себе встать на дыбу, и тебе, как бы, помогут там персонал обучен. И в общем и целом, то есть если для своего какого-то личного, то, наверное, как бы, да, все эти узелки, связанные, привязывания, то есть могут быть какие-то, да, сенситивные какие-то вещи, но не про боль. Наверное, это мне мало интересно. Узелок завяжется, узелок завяжется. Вот это вот, а не менять какой-то тупорой. Любой фонарь, ведь и все. В общем, вот. А так, конечно, ну я еще, знаешь, я просто легко выношу образ этого человека, который, понимаешь, в коже, с плеткой. Казаться, Паша, казаться можно кем угодно. Ты просто мужики, они вот, понимаешь, вот он на тебя на такую посмотрит, вот такую, ты еще обувь посмотри, какую она носит. Я же говорю, другая вечеринка, стилистика, стилистика. Пару знакомых, которым постоянно пишут, вот они как-то появились в определенном образе, и все. Я там у тебя сменяюсь, мне там можно выбрать вообще, понимаешь, я неделька у тебя уже. Какую хочешь. Ну я, сейчас мы затрагиваем тот сегмент, который интересуется конкретно этими вещами. И все, начну там тебе предлагать. Мне несколько жаль сегмент, который интересуется исключительно этими вещами. То есть если эти вещи, любые вообще от девиации до странностей, ты тоже, знаешь, ну как бы не выглядишь как здоровый человек тоже. Так-то если разобраться. Но при этом, если они... При этом я 90% времени провел в рабочей крестьянской позе. Понимаю, понимаю. Моя фантазия пошла у половины. Просто, во-первых, разберемся с позой. Сейчас подключаются люди из йоги. Слесарь, значит, сейчас тоже должны активироваться. Ну и те, кто с серпом. И мы сейчас там, знаешь, вот где надо районно-социалистическая улица. А, так ты ведешь это в это? Я веду тебя к нуму, Паша. Ее, понял. Я веду тебя оставить на луне. Это я ей скинул локейшн. И ты сегодня еще так и выглядишь, что тебе прям вот, понимаешь, мне кажется, ты должен быть там. Давай, а он там 9. Вот, покажите вам дом моего любимого архитектора Шрёдера. Кирпичный, всегда рекламирую его. Почему? Ну потому что он показывал... Шрёдера или дом? Нет, архитектор. Он показывал, как с помощью кирпича и без штукатурки можно сделать хорошо, красиво. И это дешевле и даже оригинальнее, чем, например, вот эта земная бесподобная красота стоит. Татьяна, ты еще нужна... Не все проехали на красный просто. Ты еще нужна партия и правительство. Камена, так, подожди, я этот человек, который нет-нет, да, и про работу, между прочим. Там наклевывается форум о малых музеях. А, форум о малых музеях? Да, с 1 по 10 октября. Когда у меня не будет в городе. Сходи, пожалуйста, расскажи, как ничего не изменилось. Я тебе могу заранее перед этим форумом рассказать и все резюме, и все, так сказать, основные тезисы, которые там будут зафиналили. Тезисы, Паша, но на самом деле я вот проезжая, я очень люблю сесть за руль и уехать куда-нибудь в ближайшую область и посещать какие-то малые музеи. Если раньше это было обнять и плакать, в смысле... Нет, сейчас, конечно, меняется. В контексте. Так, пойдем через вот так, да? Нет, нет, пойдем через главный вход. Надо же показать, что это такой... Я, короче, рассказываю. У меня здесь два маршрута есть. Один называется Слобода и Мщиков, проходные дворы Лиговки. И я мимо этого места ходил, ну, дофига. И там вот мы сворачиваем как раз во двор, мы идем, мы на Боровой выходим, и вот. И я всегда показываю вот на этот дом какой-то такой, знаешь, пример современного Берлина, потому что там вот именно такого рода зданий в центре очень много. У меня вообще этот район, я вот пока ходила, гуляла, ты поделился со мной местом? Я сюда пришла, прошла с дворами, и мне больше всего Берлином и пахнуло. Вот, да, и я говорю, вот. То есть рядом вот этот еще трешняк Лиговский, а здесь вот такое. Как медиаискусство вписывается в город. Чтобы понятно было, это апарт-отель. Да, то есть здесь можно снять квартиру, комнату. То есть ты уже не решил рассказывать, а я не закончил. Ну, ты пока шел, я решила просто познакомить все с школой. Ну и короче, ну и я же типа еще теперь везде спешл-те кофейни набираю и показываю этот адрес. Я обошел так дом. То есть мне даже не пришло в голову сюда зайти. Я обошелся дом, нету. Ну, сейчас же в Яндексе уже есть прямо для тупых, типа, вот туда и вот. И смотрю, где-то во дворе. Я сюда захожу и просто я... Я примерно была в таком же... Как это помягче выразиться? Я был удивлен. Я был удивлен. Попробую эту фразу. Я был удивлен. Мы сюда, да? Так, да, мы можем... Ну, слушай, Мрия, я, естественно, когда пришла сюда, осталась тут, потому что у них есть напитки, у них есть вина. Но вообще это фудкорт, где, в общем, принцип тот. Я смотри, сделаем что. Давай возьмем. Берем? Давай с собой возьмем и пройдем или вернем. Пойдем. И там еще есть бар в углу, где спортивная площадка. Да, бар в углу. Давай вот здесь, я сейчас как-то вытушаю. Здравствуйте. А будьте добрые нам что-то с собой, какой-нибудь, вот, не знаю, либо... Да давайте просто слабоалкогольный, освежающий коктейль, да? Пошлаще покислее. Пошлаще вы имеете что в виду? Что там будет, отвечающий за сладость? За сладость может отвечать также сироп. Я вот смотрю на адвокат. Можно на адвокате дальше. Давайте на адвокате что-нибудь сделаем. Сделайте что-то на адвокате. На адвокате два коктейля сделаем? Нет, один. Один на адвокате. А второй какой? Один, вообще, всего один на адвокате. Адвокат и Ром там должен быть? Адвокат и Ром. Может такой быть? Ну, в целом, вообще, может. Конечно, может. Ладно, хорошо. Хорошо, хорошо, на адвокате. Да, на адвокате. Адвокат! Помнишь? В английский Петербург у меня заиграл новыми красками, коктейль на адвокате. Слушай, для меня было открытие тут недавно, что адвокат, антибиотик, да, он списан с Кумарина. Ну, там несколько прототипов Кумарина, и был еще такой Филиппов. И прикол в том, что они жили на одной улице Тверской, у нас Питерестерская улица. Вот. И у меня маршрут вот есть, я показываю как раз одну и вторую локацию, и там же, там же рядом есть несколько локаций, где снимался и бандитский Петербург, и улица разбитых фонарей. Вот мне очень нравится, как локации, которые когда-то там служили, грубо говоря, исторической правдой, с событийным рядом для кино, а на сегодняшний день, по большому счету, вот те же самые улицы переобулись в новые гранитные пласты, и, в общем-то, куда превращают вот сегодня квартал, на который я каждый раз, ну, вот здесь же вообще раньше было трэш. Да никак. Боровая, боровая, это было трэш. И поэтому мне, когда говорят, раньше лучше было, я дергаюсь каким-то глазом, который помнит о том, как было, я уже молчала, люди, которые помнят, как было в 90-е. Я могу тебе привести пример, у нас недавно был здесь концерт «Грибоедовый», я, чтобы ты понимала, ты вообще была когда-нибудь «Грибоедовый»? Да, когда мне было меньше лет. Вот, вот тогда я тоже там орал внизу, и я настолько старый, что я прихожу и иду вниз, то есть дергаюсь, а там закрыто. А оказывается, теперь все живье играет наверху, там идеи не было ни разу. И я начинаю вспоминать, что раньше вот в этом подвале, во-первых, там все было дико накурино, потому что там курили, естественно. Там, конечно, вентиляция работала, но какая-то нафиг вентиляция. И вот я после концерта вышел, пришел сюда, здесь поел, и я думаю, ну это же как бы, это же просто какой-то космос, потому что в то время ты выходишь ночью, что и где ты поешь, там, в конце 90-х. Ладно, что у тебя бабла нет, а так еще... Пол беды, что ты не поешь, ты можешь еще и не дойти. И не дойти, да. Там проходка через Юсуповский сад могла стоить честь тебе не только девушки. Или можешь ты поесть какой-нибудь шавермы, и это... А, кстати, шаверма, между прочим, была пища богов, не каждый мог ей все позволить. А сколько стояла шаверма? Я не помню сколько, но я помню, что мы как-то после одной из репетиций идем, и Саша, наш гитарист, говорит, вот, я когда стану богатым, я подойду, вот эту ларику скажу, мне, пожалуйста, вот штырь есть, да, и всех. Вот это, я понимаю, мечты у человека хотя бы, да, можно как-то приблизить их. А это со своими тут загонами. Да, поэтому... Даже спиться можно. Люди немножко помладше лет на 20-25, они даже вообще не всасывают, что тогда было. Сейчас есть вообще шутка про поколение миллениалов, значит, да, ну, сколько им сейчас? 23-5, да, что-то такое. О том, как они приходят в этот социальный мир, и, мол, там, как бы, что вы от меня хотите, я две недели плакала, там, у меня такой, там, просто, там, очень абьюзивный коллега, да, у меня там, какой-то, невозможные условия для работы. И ты вспоминаешь, как тебя мать из дома в школу отправляла, понимаешь, когда, там, или плавай, там, утонешь, не возвращайся. Ну, как-то, понятно, как-то полегче, знаешь, как-то поэтот. Ну, в общем, да. По восхищению стало восприяться. То, что космос происходит, это совершенная правда. Вот, мне кажется, сейчас выйдем во внутренний двор, и неспроста здесь луна и приземлилась. Очень нравится, как меняется, и я хочу, знаешь, куда доехать, Павел, и пригласить тебя в следующий раз. Ты знаешь? Нет, не знаешь, угадаю. Позвони мне. Я хочу тебя позвать куда-нибудь на север, или, наоборот, на юго-запад, где я 300 лет не была, типа, аля там ветеранов в Купчино, да, что-то такое, что... Ну, давай север начнем, потому что я на севере просто жила, а на юге у меня в основном были корифаны, любви и... Аналогично, я на севере работала, а на юге любила. Как и положено, как мы сохраняем традиции. Посидим, вот когда я в сьюгу вернусь, я бы отправилась на север, посмотреть, что там происходит на гражданке. Давайте мы с вами расплачиваемся. Просвещение, а Парнас, мне кажется, вообще, есть смысл туда заглянуть, потому что я помню Парнас, когда вот еще только фундаменты вставали. Я помню Парнас, когда там поля были, где мы капусту тюрьмили. Ну, давай. Ты посмотри, просто он этот... Просто, Паша, мне кажется, ты гей. Я гей? Закрещенная в России организация. Минюстом и всеми остальными законодательными базами и т.д. и т.п. Ну, некоторые так и думают. Ну, смотри, неоновая вывеска, у него шляпа в пайетках, понимаешь? Если ты не в черном или не в камуфляже, причем смотри, как распределяется интересное мнение. Стоит тебе подстричься на лысо и надеть спортивный костюм адидасовский, начинает... Сколько можно эксплуатировать бандитский жлобский образ? Стоит тебе надеть что-то такое, пидор. Ну, то есть, как бы... А ты потом у меня спрашиваешь, говоришь, ты выглядишь так, как хочу. Так и выгляжу. Да, возьми. Сон, здесь я тоже могу быть милой. Когда-то. Карта у вас на? Да, 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 карта. Как пинаколада. Спасибо. Спасибо большое. Пойдем во двор. Да, да, да. Спасибо. Да? Ну, все. Ищи меня в клубе. Пойдем покатаемся вокруг Луны. Ты достоин, я считаю. Так что, в общем, фудкорт, внутренний двор, терраса. Там спортивная площадка открытого типа. Да, пойдем тебе покажу то, что меня вообще зацепило. Давай, я спортивная площадка. Я в прошлый раз там застряла. Да, да, да. Я туда же, да. А так и не скажешь, да, что мы эти люди, которых вдохновили гири и книги. Мне вот очень импонирует. Жить, конечно, нет, но провести время, да. Ну что, какой вердикт, как ты и лёд? Он похож на пинаколаду. Мне нравится. Я, знаешь, я как айтишник мы с тобой и СММщица. Едем из Грузии. Извините, ребят, если кто едет. Да. Это было объязивно. Загласна, но я тут еще толксик. Вкус. Да, площадка. А когда у тебя была последняя экса-индив? Давича. Да, да, да. Ну, давича, это уже из-за них, это уже и знавшись. Но у меня нет, у меня, видишь, я не наблатыкалась еще. До конца. Так, давай мы потихонечку будем... Мы можем закругляться. Да, мы можем закругляться, потому что, смотрите, что меня поразило в этой площадке. Мне лично всегда на турниках и на брусьях не хватает еще определенных дополнительных снарядов. Я была в восторге от снарядов. А здесь они есть, да. Здесь их можно по-разному качать, да. И так, и вот так, и по-всякому. Мне очень нравится спорт, я прям люблю мое. О, да. Этот воркаут, я считаю... Лучший. Лучший воркаут. Ты просто не понимаешь. Из всех локаций, которые я был, где я был, это лучший воркаут, да. Но ты котик. Я... В общем, вы поняли. Я твой краш. Ты мой трэш. Но я тебя все равно люблю. Понимаешь? Так, друзья мои. Так что, в общем, я считаю, это достойный маршрут от рюмочной до спортивной площадки. Потому что делаете правильный выбор. От косяка до штанги. Скачайте, прочитайте мой роман. Матэ Пейджер, я надеюсь. Вот. Катков звонит. Это мой коллега, который... Будем отвечать на телефон. Ну, а что он не выключается? Почему? Чтобы показать его занятость. Да. Друзья мои, значит, у меня экскурсия сейчас станет их немножко поменьше. Потому что уже октябрь. Это не такая интенсивность. Но они все равно идут. Книжечки. Мы сейчас поставили прям за кадром. Вот путеводители. Мой замечательный бестселлер. Дальше книга про Первое время русско-японской войны. И мой эстер-социальный роман Корень. Который сейчас вообще прямо... Ух. Да. Почитайте. Ну, а на Танечку что? На меня, как всегда, ссылка на старообрядческий инстаграм. Запрещенный в России. Там все очень просто. Потому что там есть номер телефона. Я не могу дать номер телефона прям вот так вот сюда. Потому что... Ну, потому что. Сколько можно? Так что, в общем, через инстаграм спрашивайте. Я пишу. Индивидуальные маршруты. С радостью это делаю. Вожу периодически малые группы какие-то. Но, честно, мне вот проще, когда вы там сами собрались своей компанией, пришли, а я для вас уже соберу из ваших интересов, что вам там нравится. Я вернусь в родной любимый Санкт-Петербург в середине октября. И, в общем и целом, открыто к диалогу. Вся информация, которая вам нужна, там, внизу, в описании под этим видео. Туда же пишите ваши комментарии. Спасибо вам за ваше внимание. И, так сказать, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...